пробег пробег не посмотрел аккумулятор я снял ну давай пишем отсюда добрый день ойм зап снова с вами я анатолий у нас очередная проблема наш автопром не стоит на месте машины уже получается автомобили шестнадцатого года восемнадцатого уже обращаются и у них новые свои болячки и проблемы и а некоторых таких которым мы уже сталкиваемся там не один десяток раз вот сейчас данные как раз мы будем рассказы видео об проблеме полноприводного grand star x а то есть это у нас полный привод шестнадцатый год эта проблема где-то началась там с 14 как они пошли полноприводные именно европятые на евро шестых еще такой проблем пока не сталкивались видимо это вот проблема как раз между получается четырнадцатым и шестнадцатым годом потому что у нас 16 пошли уже евро шесть проблема жалобы машина встает в аварийный режим горит чек возьмем в общем все допустим проблемы которые все жалуются у всех она проявляется по-разному у кого-то кто-то дает газу не реагирует на педаль газа у кого-то двигатели прям стучат очень сильно форсунки сейчас я вам буду показывать почему это происходит там два варианта развития у нас бывает и чаще всего то есть люди когда переезжают полицейские по неровной дороге то есть когда машина качается стучит то есть проявляется эти симптомы в нашем случае она на кочках или полицейских двигатель простукивают форсунки очень грубо и встает в аварию то есть потом он глушит заводит и опять она едет то есть все хорошо причина этой потом наш автомобиль никто еще не лазил по пробегу мы конечно я уже снял аккумулятор пока вам не могу сказать по пробегу мы потом поставим и будем лазить так смотрите у нас были две ошибки 0087 это по низкому давлению и 0088 это как раз та проблема которую сейчас будем рассказывать 0088 по 87 это ошибка по низкому давлению сделали тест на обратку вот они форсунки у нас делфи стоят вот и у нас сливает в обратку форсунка второго цилиндра ее раздавила то есть раздавила мультипликатор избыточным давлением причиной стал как раз вот этот провод вот там внизу там внизу сейчас мы более здесь разберем там внизу идет жгут массы вот где 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 вот этот от аккумулятора массовый провод силовой он идет туда в самый самый низ и он там прикручивается к блоку рядом с тнвд так вот вот этот провод от времени жгут допустим он был у нас вот так то есть сразу завода но с пробегом 100 150 тысяч он вот так падает на подушку двигателя и перетирается но это не самое главное самая главная проблема что ну допустим условно вот это у нас массовый провод толстый большой силовой производитель взял и привязал к этой массе два провода желтый и красный это идет управление на дозатор на тнвд вот здесь он вот он разъемчик у нас вот я дальше сниму вот он я снял его вот он разъем и он его привязал к этому жгуту так вот дело в том что эти два провода на управление дозатором тнвд проходит если бы они проходили сбоку сверху или как то еще не было бы проблемы но они проходят самом низу вот так проходит и то есть у нас массовый силовой провод упал на подушку вот так и перетер его сейчас разберем быть все видно он его перетирает там два развития события провода 2 там желтый это у нас минус красный это плюс то есть управление если перетирает желтый то есть видели разные случаи там перетирает желтый то масса идет немного через другую коншину и она глючит на кочках то есть не выскакивает чек ничего просто даем газу она не реагирует на педали да но если же перетирает красный провод то управление с дозатора теряется и происходит то есть слышно стук от форсу шума так такой довольно громкий стучок поэтому сейчас я разберу вытащу разрежу изоляцию то есть изоленту мы увидим какой провод у нас перетерла судя по ошибке перетерла плюсовой и он бьет у нас на массу на подушку и потом уже когда я делаю допустим я уже удаляю этот жгут отсюда и пускаю его совсем в другом месте чтобы этого не повторюсь быть ну и здесь вот мы получается в целом по диагностике будем менять топливный фильтр во первых это желательно при ремонте топливных форсунок сперва мы меняем топливный фильтр сейчас отремонтируем проводку потом меняем топливный фильтр заводим прогоним выгоним из системы воздух потом ремонтировать форсунку второго цилиндра ну как бы это необходимость то есть для запуска форсунок delphi то есть лишний воздух нам ни к чему они так как бы не особо вот еще трубочка кондейная вот сразу именно тоже опять на полноприводных у них болезнь то есть если на евро четвертых евро пятых эта трубка кондиционера у нас длинная продольная выходит строя там над коробкой сгнивает то на полноприводных на всех одна и та же болезнь вот этот шланг уплотнения вот она короткая получается трубка высокого давления здесь вариант можно заменить этот кусочек трубочки он идет от радиатора до компрессора либо вариант то есть отдать фирму где они снимут эти муфты и поставят новый шланг и все то есть вот он у нас провод и силовой сюда идет управление там идет под низ а самым надо здесь в этом месте вскрыть с ножом поаккуратнейшим не разрезать тут все подряд то что нужно и не нужно не могу добраться неправильно под низ пошел что ли немножко необычным образом вот вылез снизу теперь так вот она у нас я не знаю как там будет видно ее натертое место вон она прям четко натертое место то есть краску стерлась подушки вот и вот этот проводок вот они желтый и красный он проходит там внизу как раз и вот тут его внизу перетирает то есть сейчас он не обрывается полу все просто контакт на массу в худшем развитии у нас при таких случаях сгорает предохранитель вот здесь то есть когда плюсовой замыкает то он сгорает предохранитель и при запуске она будет стучать вот он предохранитель здесь у нас 15 амперный синенький вот если так то есть мы заводим и он жестко грубо работает то предохранитель то есть даже после ремонта уже данной проводки мы сделали но ничего не изменилось и ошибка не сбрасывается надо заменить предохранитель то есть это когда уже красный замыкает конкретно основательно то сгорает здесь предохранитель ну вот сейчас мы ее там конечно еще побольше немножко сделаем вот я вытащил из-под низа вот это вот самом низу его перед черла то есть чуть-чуть оплеточку прямо вот так и и стирает и он попадает на массу вот он как раз проходит внизу вот так он идет то есть если вам показать то вот вот так он проходит внизу и касается там так нашем данном случае тоже он там перетертый только вы наверное увидите там я посмотрел совсем совсем чуть-чуть то есть у нас коснулся красный на камеру не получится показать в этом месте он перетерся туда глубже дальше он бывает туда ближе и влазить прям видно прям хорошо а он перетер сюда ближе к этому потому что получается он большая часть провода проходила по верх массе а потом он закручивался уже в самый низ под самым корнем и там коснулся так ну сейчас ремонтируем провод все заматываем этот провод оттуда вытаскиваем и он будет уже проходить поверх толстому жгуту и по массе он идти не будет он будет цепляться то есть мы сделаем ему такую оплёточку вот и цепляться он будет вот так вот наш разъем вот и мы его уже вот отсюда вот так зацепим здесь допустим встанет а прицепим мы его уже вот сюда вот кондейные трубки то есть цеплять надо так чтобы свободное место когда качается двигатель и туда и и сюда осталось ну все топливный фильтр тоже будем менять форсуночку отремонтируем то есть снимем разберем покажем как это сделаем и потом запустим топливный фильтр когда у вас европейт delfis старайтесь ставить либо оригинал то есть если есть возможность всегда оригинальный топливный фильтр то есть если аналоги какие там стоит 500 600 рублей не стоит то есть вот этот сам фильтрующий элемент он не совсем качестве так ну что я за изолентой распару сейчас замотаем все проведу прицеплю и покажем как то есть мы его пустили этот провод ну вот полностью мы провод вытащили оттуда из жгута вон там у нас внизу его перетерло вот здесь он проходил вот он вытащили его все тут заизолировали убрали то есть теперь вот она масса может опускаться вот как который провода идут на коробку они не доходят до подушки а вот прям видно что он натерло вот и вот так она падает масса если даже ее протрет и будет касаться ничего страшного то есть в этом нету а уже вот управление мы убрали в сторону то есть здесь у нас стоит жесткая трубка с этим насосом то есть тут не обязательно а тут вот свободное место мы оставим то есть мотор будет двигаться и по проводу сейчас закончили сейчас здесь скидаем соберем заменим топливный фильтр аккумулятор заводим прогоняем выгоняем воздух из системы и будем снимать форсунку второго цилиндра смотрите какой топливный фильтр бы вы не меняли я уже неоднократно говорил и говорю это еще раз продуйте если есть сжатый воздух продуйте все то есть вот этот разъем то есть прежде чем его снимать потому что вот это в основном грязь попадает при замене топливных вот это у нас обогрев на евро пятых и евро шестых уже датчика температуры вот здесь нет он отсутствует реле температуру стоит саму внутри там обогреве уже она идет то есть если на евро четвертых у нас мы видим что здесь два разъема два датчика обогрев сам и датчика температуру то здесь он уже отсутствует вот он штопленный фильтр сейчас мы его будем менять сейчас нам надо будет туда пройти в тот так вот новый топливный фильтр если у вас нет сжатого воздуха тогда используйте какой-нибудь очиститель для того чтобы помыть датчика воды промыть разъемы и сам обогрев я видел десятки случаев когда люди после замены топливного фильтра выскакивала ошибка по высокому давлению топлива была неровная работа из-за того что взяли и туда занесли греть вот еще момент такой тоже вот этот датчик воды очень частая проблема то есть когда вам меняют сервисе вот он снялся резинка осталась на топливный фильтр уплотнительная топливный фильтр выкидывают и прикручивает датчик воды как будто там ничего не было она осталась вот она здесь выкидывает а потом идет подсос воздуха то есть она может совать в аварийный режим она может долго заводиться все зависит от того как прикрутить так если grand star x у вас следите чтобы обогрев вот эта часть не прокручивалась потому что в корпус она потом не попадет то есть если даже первый раз делаете и знаете как отделается можете даже для себя меточку поставить там какой-то я допустим всегда любую резинку любой разъем все справа очистителем продуваем воздухом вот эта резиночка тоже иногда вот видно трещинки маленькие когда-нибудь они дойдут и она лопнет то есть получится что но как бы тут предугадать такую вещь сложно именно в этот раз она лопнет бывают такие нехорошие казусы сейчас покажу все сейчас ее подготовили чтобы резинку не закусила и она не лопнула необходимо не знаю можно масло можно лить тольчик вот прям вот здесь вот на краешек раз чуть-чуть то есть можно обычным маслом вот у меня стоит там тоже баночка и закручиваем очень часто резьба сорвана на этих топливных фильтр то есть вот он идет идет и встал все крутить не стоит там как-то прям здесь точно так же здесь чуть-чуть и по контуру то есть если мы тоже говорил в каком-то видео что если мы берем японский топливный фильтр японский масляный фильтр там везде уже помазано то есть именно специальной смазочкой вот за этой резинкой когда меняет топливный фильтр тоже следите это уплотнительный к кольцом между двумя контурами то есть грязное и чистое топливо то есть вот здесь она между двух контуров очень часто при замене топливного фильтра отсутствует и когда она отсутствует в топливный фильтр и конечно есть толк но очень мало руками просто потягивать уперся все это достаточно фильтр можно устанавливать а сейчас очиститель заберем будем снимать форсунку второго цилиндра вот этот винт винт барашек как угодно на топливный фильтр и он для прокачки то есть воздух многие знают а многие как показать практика не знают потому что люди когда присутствуют здесь при замене их него топливный фильтр стоят рядом со мной они говорят ты что там делаешь я говорю это прокачка я не горьда то есть очень многие не курс вот он видите то есть если обогрев сместиться куда-то то вот в этот разъем пас он не совпадет опять же видно что допустим люди если прокрутили они прикручивать на один болт подцепляют на стяжки выпиливают болгарка но и конечно не знаю что как это объяснить разъемы защелкнули проверили что они на месте стоят и разъемчики все на место постоянно то есть регулярно приходит машин из других сервисов все тут валяется все оторвано непонятно то есть и живот ничего сложного нет как только пойдет оттуда топливо у нас из прокачной не нужно качать его тут целый час и ждать когда закончится воздух потому что вы тут зальете все топливом как только пойдет топливо все можно закрывать этого достаточно вот теперь берем и накачиваем вот нас два качка 34 где-то 12 13 качок вот у нас все пошло топливо чтобы здесь все не залить топливом этого достаточно затягивает пасха губ ты не там чем-то не обязательно он специально сделан для рук все затянули теперь накачиваем до упора пока она не упрется то есть не станет жесткой накачалась ставим сюда аккумулятор вот тут часто у них такая проблема под крепление аккумулятора обламывается болтится обломан аккумулятор ничем не фиксировался конечно не совсем хорошо это так вообще здесь все закончили вот случае вот она очень хорошая такая штука цене разъемы во всяких таких неудобных местах сейчас заводим заводится во первых из-за того что форсунка льет в обратку само по себе будет чуть дольше еще плюс заменили топливный фильтр сейчас мы ее заводим и работает на нас минут пять там а пробег наш получается 870 87 оригинальный я не посмотрел пробег хотел глянуть может быть и скручивать потому что последнее время участились вообще прям случае когда скручивают безбожно вот здесь наблюдается такой пластиковый звук вибрации обычно причиной является шкив генератора он демпера захватил диагностику стало интересно посмотреть реальный ли пробег там видно следы на первой форсунке прогорала шайба тут снимал делал так вот у нас уже 16 года он ищет автоматически находит у нас есть допустим он дает 2 16 год это последний был евро 5 и 16 конец года допустим евро 6 вы пошли то есть у нас евро 5 последний год из евро 5 ошибки этом удалял сейчас чистил датчик масса расхода воздуха научить вот как обычно заходим поток данных момент как пробег вот у нас пробег данного автомобиля реален никто ничего не скрутил вот эти тысячи там полторы пять тысяч это погрешность из-за колес резину меняли то есть высокая низкая диски могут быть 16 17 также мы едем направо налево назад то есть он все вот эти небольшие нюансы все учитывает так ну все тут разобрались мы нам тут больше ничего не надо сейчас глушим снимаем форсунки здесь конечно уже предварительно все продули тут мы разъемы от форсунок будем снимать все нам их надо будет продуть потому что у них есть такая болезнь как они вот что закусывают на съем то есть у них здесь вот разбивает вот эту резиночку а ну вот она была сажа здесь вот кто-то ковырялся снимал вот и потом они садятся неплотно поэтому мы его сейчас полностью раскрывать будем все четыре продуме все разъемы все равно нам то есть без разъемов надо будет после установки форсунки прокрутить стартером прогнать выгнать воздух и системы обраточку можно снять полностью можно конечно варварским способом просто отогнуть сторону я так никогда не делаю вот этот у нас мы защелочку отщелки вам сзади будут как круто можно и здесь мозг открутить тоже принципе не сложно потому что защелка при снятии может обломиться кто-то может быть посчитает что откручивание трех болтиков это лишнее решит отломать тряпочку нее мы закутаем нашу обратку шланги никогда не ковыряем отверткой здесь есть следы что кто-то ковырял отвертка всегда они рукой снимаются тоже так как будет продуваться от лишних этих попаданий всего этой гадости лучше замотать и вот вроде бы теперь здесь у нас все чистенько так берем ключик ключик наверно забыл там на сорэнто здесь немало форсунки в 14 здесь 17 нет сейчас прям схожу бутер ключик у нас здесь нету вот еще тоже очередное авто то есть которая сегодня разобрал это сорэнто 2 и 5 с тем же турбодизелем то есть там мы и делаем евро 5 евро 4 8 год человек говорит что по его словам ну и визуально конечно видно что здесь никто ничего никогда не делал то есть 200000 пробегу вот на днях у него сломалась турбина он поставил не оригинально там китайскую турбину и прям буквально через два дня загорелось давление масла стала моргать всегда то есть проблема являются шайбы то есть вот у нас форсунки тут выдернул побросал здесь на бусе чистить вот они шайбочки вот он нагар что случилось вот этот нагар упал сейчас поддон и забил масло заборник будем надеяться что все сейчас почистим скроем поддон понятно мы увидим масло заборник но самое главное чтобы не было там на поддоне и в заборнике не было вкладышей то есть если там будет все хорошо то дай бог то есть именно на сорэнто бывают такие случаи что везде все вроде забито нос со вкладышами давлением все отлично на грандстарк синим не бывает такого здесь бывает нет ключа есть нету ключит там или я положил верхний ящик да точно вот он так нам понадобится какая-нибудь штучка так форсунку отворачивать тут принципе два разъемов можно даже отщелкнуть чтобы они нам не мешали отворачивать трубочку не снимаем тут она лежит вот теперь надо вон туда где трубочку отвернули все пробрызгать очистителем и так как мы будем дуть надо отверстие это закрыть что-то ничуть попало понятно что с трубкой там кронштейн и болтом мы все будем потом продувать для ремонта форсунки ну чаще всего нам понадобится вот очиститель сжатый воздух новая пламя гасящая шайба и скорее всего только лишь мультипликатор который там у нас форсунки находится полный привод на полом приводе у нас вот она вытащила ее на полном приводе двигатель стоит выше и допустим если вытащить форсунку второго цилиндра там 3 1 не нет сложности то 4 вот если туда заглянуть дальше вот этот разъем уже вот он валяется народ тут отломал до сломали то есть вот этот жгут проводов надо отсоединять чтобы она вылезла иначе он мешает так колодец мы здесь тоже все почистили ну все сейчас пойдем и пойдем 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 сейчас и разберем форсунку сразу здесь удалим шайбу вот она шайба на одноразовая не будем сразу менять шайбы евро 5 правильно у нее она двухсторонняя плоская и широкая сферическая на месте все правильно поставили сразу здесь что туда не нести нам лишний инструмент щеточкой можете чистить не бояться у нас распылитель вот здесь на самом конце и он довольно такого плотного металла что данная щеточка навредить ему не может так все очиститель головка 15 и 3 щеточка все сейчас отправляемся бросим разберем ультразвук так вот наша новая шайба наш новый клапан клапан будет не оригинальный с оригинальными сейчас вообще прям беда но уже вроде как китайцы научились и все работает вот он самый клапан проблема является сам ротор внутри форсунку мы сейчас сюда вставляем и разбираем что-то до конца или идет тяжело аккуратно снимаем чтобы клапан остался распылитель здесь то есть вот этот мультипликатор у нас скидывает в обратку не держит распылитель иглу и колпачок мы все отправляем вот сюда сейчас сеточку и будем мыть мультипликатор как и все вон туда корпус продуваем то есть здесь остался только корпус здесь остался регулировочный пружина регулировочный штифт внутри тут больше и катушка электронная больше ничего нету у нас тут александр еще запустил кучу домой там непонятно корпус или что это так сколько мне не ударить не ударить так так как уже здесь лежит сколько у нас там на 27 минут значит мы под 2 у нас нет места мы положим здесь участь сюда свои положим рядышком все главное ему сказать чтобы он не спросил что это откуда взялось полчаса потом мы соберем и поставим на стенд так форсуночка у нас если не ошибаюсь должна быть 700 вот она 700 последний ряд правой стороны 4 700 но тут тоже александр делал тесты то есть по форсуночка вот все прекрасно не показывает смотрим так 700 вот андилфи у нас все 4 700 то есть у нас все то спон мы подготовили собрать надо форсуночку поставить на стенд и если все покажут что все прекрасно в зеленой зоне значит будем устанавливать сейчас все ждем пока заводить обраточка сигнал и подачу так вроде все готово открываем чуть-чуть сейчас вот только предпрыск у нас остался да так вот чем все с форсуночкой все у нас хорошо за исключением среднего подачи не долив там 06 это не страшно то есть клапан новый сейчас на месте все новый зажатый пока вот это шайбочка опять же смотрим плоская и сферическая то есть плоской к форсунке сюда раз и сейчас головочка на 8 мы туда подожмем чуть-чуть она плотно сядет иногда она не держится здесь и можно воспользоваться там литоличка немного чем-то еще головочка на 8 вот так вставляем распылить раз и все были ну что за день а перчатки закончились павлюк ты перчатки не не вот они оп готова так берем форсунку так здесь уже колодец я все почистил подготовил детали которые будут крепить ее и подавать топливо тоже промазываем температурной смазкой то есть где кронштейн стоит кронштейн не путаем а то есть у нас любители перевернуть его вверх ногами так болт точно также обрабатываем то есть мы его тоже почистили он такой был небольшой-то гадости сперва наживляем топливную форсунку то есть опять же снимаем нас здесь заглушку и еще раз туда брызгаем готово так и форсунка трубочку с топливом первое наживляем полностью руками чтобы конус сел все нас конус сидит теперь будем затягивать динаметрическим ключом я уже пользоваться перестал при затяжке форсунок от 2 и 5 до 3 килограмм тут даже бывает три с лишним и здесь уже на евро 5 такой проблемы с прогаром шайб уже она не бывает то есть если у нас новая шайба хорошо затянули и чистая плоскость на гбц то сто процентов ничего не открутится поэтому не сгорит так готова усердствовать тоже нигде ничего не надо сейчас обратно на место ставим до прописывать мы ничего не будем потому что она прописывается катушка катушка в самой форсунке да форсунку вы прописывать не будем в идеале то есть все равно там найдутся специалисты диванные которые скажут что после ремонта нагрузка на катушку меняется да все верно она меняется и необходимо оригинальный стенд чтобы он присвоил ей новый код ну это прям вообще вообще прям в идеальном развитии событий то есть практика показывает что это не всегда нужно то есть большая часть людей все делают без этого то есть это вот уже на конечно дэнса да там уже сложно то есть здесь можно этот маленький пункт пропустить но с другими форсунками уже конечно не так не прокатывает то есть люди ремонтируют вообще их прямо дома можно сказать прямо в поле здесь мы закончили так теперь накачиваем топлива еще раз чтобы быстрее прокачать разъемы все отсоединенные у нас и будем сейчас крутить стартером чтоб прогнать так хватит крутить потому что аккумулятор лавуч нет меч не нужен все разъемы защелкиваемся что прям щелкнуло хорошо есть случаи что выскакивают в дороге потом отлично щелкнуло первое не совсем хорошо потому что нам всякая этот сажа так сейчас будем заводить и обязательно надо поднять обороты то есть убедиться что у вас все масло все на месте все закручено все хорошо надо будет поднять обороты до двух с половиной тысяч не ниже а двух с половиной до трех чтобы избежать подклинивание форсунки топливный ну и держим так примерно 5-7 секунд все теперь она уже не заклинит у нас проходите сюда ну вот в целом он работает ровно но его подергивать все равно здесь можно откручен кронштейн здесь давным-давно прокачивали систему продавливали первый можно с помощью компьютера второй может скинуть управление с дозатора допустим 3 это можно снять предохранитель на управление дозатора или перевести в аварийный режим с помощью снятия разъема с датчика давления а и вот кстати сейчас сейчас вы услышите тот звук от форсунок который происходил у клиента когда перемыкал плюсовой провод вот сейчас будет точно такой же стук как и он был у клиента нет здесь на полном приводе не хватает руку засунуть я обычно такой штучкой пользуюсь то есть когда происходит обрыв провода или сгорает предохранитель будет происходить вот такой стук и и то есть неровная работа двигателя все одеваем обратно и вот видим что мотор работает ровно дело в том что клапан новый мультипликатор зажатый и давление не хватает когда мы сбрасываем разъем давление из 25 килопаскаль доходит до 45 и тем самым раскручивать его на холостом и убедиться в том что убедиться в том что у нас все хорошо получилось все отлично то есть при нажатии на педаль газа обороты допустим мы будем подымать до 4000 они не должны зависать то есть если она где-то делает паузу значит одна из форсунок скорее всего нет доливает высоких средних то есть именно даже можно по тахометра понять в каком диапазоне не долив идет у форсунки но вот у какой конечно это уже другой момент так теперь глушим пробуем заводить вот все заводится на нас быстро все дыма нет стука нет запуск хороший все еще раз перед тем как закрыть крышечку все проверили разъемы вот эти шланги обратки чтобы нигде ничего в дороге не выскочила есть все что мы касались трогали всего лучше проверить еще раз жидкости масла я все проверял а кстати охлаждающей жидкости в бачке расширителем не хватает сейчас я посмотрю в основном вот здесь у нас полная в расширителем бачке пусто сейчас мы туда конечно дольем нам литра антифриза не жалко антифриз в такой бодейки не пугайтесь это он у нас идет разливной бочках довольно качественный антифриз это не норт и не пилот то есть качество в разы выше этом оператор еще чуть-чуть до максимум удален ну прям идеально не обязательно так ну что с этим авто мы закончили все пойдем к следующим потом еще к следующему сейчас кстати будем тоже у нас остался автомобиль из 35 будем менять датчика воды на топливном фильтре тоже заснимем там дело в том что топливный фильтр находится за корпусом воздушного фильтра и т.д. поэтому авто принципе все пусть наш любимый клиент эксплуатирует дальше 83000 конечно не пробег то есть о качестве машин можно только желать лучшего но все же конечно вот как то дело в том что одно дело когда мы залили их там плохое топливо у нас топливная система вышла из строя или там плохое масло но здесь именно дефект завода то есть вот этот жгут он провисает со временем перетирается и вот получается такая как все заканчиваем всем 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 всего хорошего у нас много дел будем заниматься дальше смотрите то же самое видео день 2 прибыл точно такой же автомобиль полный привод предварительно то же самая проблема опять же перетерла провод только здесь там у него иногда то есть стучало иногда не стучало то есть касался здесь же она пришла на эвакуаторе и вот так происходит сейчас нету это ужасного стука значит отошел провод а можно кстати попробовать заводится на 5 до долго раздавила скорее всего одну из форсунок опять одно или две из высшим давлением сейчас мы сделаем тест на обратку и вот попробую коснуться сейчас этим проводом куда залезть в руку нет и так и сяк видишь нет стука то есть ну вот сейчас залез да не 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 нет я то есть просто долго завелась не мог зватью да да а утром сегодня она прям включала тарабанила прям вот и я думал что у нее выгорел предохранитель уже когда мы ее заталкивали но это не так нет предохранитель у нас на управление дозатором целый пробег у нас 139 все сделаем тест на обратку видно что жгут опять упал на подушку поэтому сейчас туда опять залезем но сразу делаем сейчас прям буквально минутку сделаем тест на обратку заводится на очень долго да у тебя стук прям уже стук прям ужасный был сейчас прям быстренько посмотрим вот так стоит что стучит то не стучит на дороге не заглохла тарабанила стучала сегодня утром тоже на стучала завели с трудом прям ужасный стоял стук сейчас его нет потому то что он долго заводится говорит о том что у нас утечка сделаем тест на обратку поймем сколько форсунок то есть причина у нас является либо подклинивание форсунки из-за стружки либо опять же перетерло жгут и касается топливный фильтр снимем солим в колбу и проверим на наличие стружки там чё-то